Сегодня Щелковский военкомат отправляет в армию наших мальчишек, а они там станут мужчинами. Это для них очень важно. Фактически в жизни любого юноши это событие из разряда первостепенных позначимости с точки зрения всего дальнейшего пути молодого человека, у которого появляется первая по-настоящему, можно сказать, государственная обязанность и ответственность. Идти на срочную службу в армию, выполнять свой конституционный долг. Поздравить ребят с этим серьезным шагом, разделить с ними волнующие минуты и просто, как полагается, проводить в солдаты пришли их родственники, представители власти и духовенства, командный состав военкомата. И от всех провожающих в этот день звучали слова напутствия о самом важном. Надеемся, вы нас не подведете. Я желаю вам остаться в армии сильными, здоровыми, крепкими, вернуться уверенными в себе. Мы за вас уже гордимся, что вы стоите в этом стране. И будем гордиться еще больше, когда вы вернетесь. Спасибо вам, добрый путь. И вот наступает та самая минута, когда звучит вечная музыка русского воинства. Прощание славянки. Конечно, они получат там массу умений, массу навыков. Кто-то даже научится гвозди забивать. То, что он на гражданке не сделал. И когда их провожаешь, понимаешь, что ребята идут самостоятельный путь, длиной в год. И для них это будет большая школа жизни. Наверное, матери наши тоже волнуются, что их ребенок уходит куда-то в неизведанное. Но дело в том, что армия позволяет ребятам мужать, позволяет ребятам формироваться настоящими личностями. И я горда, что наши ребята служат достойно. Наши щелковские ребята. Призыв из себя представляет все то же самое, что всегда. Ребята ничем не хуже, ничем не лучше. Но щелковцы – это самое главное. Подслужить для себя, понять, что это такое. Пройти через это. Чтобы, не знаю, научиться чему-то новому для себя. 28 лет назад я призывался в армию. Сейчас мой первый сын. У меня пять детей, четыре сына. Этот самый старший сын, Денис. Вот идет служить осознанно. В команде призывников, которые первыми отправились служить в армию, 24 человека. Всего же этой весной от Щелковского района пойдут на воинскую срочную службу 170 наших земляков. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok